Готовность номер один 365 дней в году. СОБР спецотряд быстрого реагирования функционирует в Ивановской системе правоохранительных органов 26 лет. Это одно из самых закрытых спецподразделений, поэтому лица действующих сотрудников нам показывать нельзя. Зато можно рассказать об их работе. У нас есть расписание занятий, на каждый день оно расписано и идет подготовка постоянная, совершенствуем свое мастерство. Сотрудник просто отрабатывает мышечную память, чтобы человек практически не думал и мог сделать то, что ему научили. У кого-то рабочий день начинается с чашечки кофе, а эти парни свой утренний заряд бодрости получают в спортивном зале. Бойцы СОБРа тренируются минимум по 4 часа в день. Это и занятия на тренажерах, и отработка боевых приемов. Плюс каждый в отряде так или иначе связан со спортом. Многие имеют разряды. Тренировки не просто ежедневный ритуал, это необходимость. Без хорошей физической формы могут возникнуть серьезные проблемы с ношением формы рабочей. Бронежилет бойца весит 20 килограммов, а также щит 6 класса защиты. Это еще 40. Щиты и бронежилеты спасают от бандитской пули. Но СОБРовцам приходится иметь дело и со злом еще больших масштабов – терроризмом. На этот случай у спецназовцев есть снаряжение посерьезней. Это настоящая крепость на колесах. Бронеавтомобиль «Федерал» поступил в распоряжение отряда совсем недавно, как специально, ко дню рождения. Данная машина предназначена для выполнения служебно-боевых задач нашим подразделениям. Также она повышенной проходимости. Оснащена бронированной капсулой, где могут помещаться 10-12 человек. То есть также жизнеобеспечение внутри. Что еще роднит автомобиль с крепостью – это бойницы. Отсюда СОБРовцы могут вести огонь по преступникам. Ну и, конечно, несмотря на закрытость автомобиля, у людей в этом троянском коне есть полный обзор происходящего. Авто по кругу оборудовано камерами слежения. Картинка поступает и в кабину, и в ту самую бронекапсулу. Также колеса оснащены подкачкой. В случае пулевых попаданий производится подкачка колес. То есть она какое-то время может даже… Ну, как бы машина такая, как сказать, живучая, скажем так, живучая. Крепче брони федерала – только нервы этих ребят. Оказываясь под прицелом, СОБРовцы могут рассчитывать лишь на себя и товарищей по отряду. Поддаться панике – значит подвергнуть опасности не только себя, но и сослуживцев. Потому их главная защита – стрессоустойчивость. Это также один из главных критериев при отборе их на службу. Все эти – 26 лет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.